Евгений Геннадьевич, вы хотите что-то... Я просто буквально набираю три минуты. Спасибо большое, Владимир Ильич. Я хотел пояснить, как появилась идея сегодняшнего заседания. Крэм-клуб – это общественная организация энергетиков разной национальности, разных образований, разных импостасей, которые около двух-трех лет собираются и обсуждают в свободной форме ключевые проблемы и тушные вопросы. Мы давно уважаем Министинку народных хозяйств и предназначение семена. И я хочу напомнить, уважаемому коллегу, что примерно в эту осень, Георгий Ильич меня поправил, 20 лет семена... Георгий Ильич, я прав? В 2005-м? В 2005-м? В 2005-м начинал? В апреле. В апреле, да. Да, было замок, мы значит пропустили, но у нас есть коньяк, если что. И 194 заседания, 194 брошюры вот такие, зрительно я подумал здесь, эти шкафы. Это вот с этой шкафа брошюра одна какая-то, допустим, соответственно 40 страниц, какая-то 200 страниц. И этот цнейший бюджет за эту 20 лет прошло. работа на нерве на стыке передовой науки, энергетические, втыковки с людьми различными настройками. И нам тоже было счастье здесь выступает. И очень много вещей, когда просто листаешь эти вещи, они себя в том числе принесли в электронном виде. И многие мысли, которые там были 10-15 лет назад, мы повторяем, конечно, натыкаемся на них в ножках. Но это то, как идти дальше. И нам оказалось важным попытаться осмыслить два вектора. Вектор науки, осмысляющий энергетические проблемы, вызовы их понимания. И вектор бизнеса, который эксплуатирует текстуровки, у которого свои проблемные точки. А обратите внимание, здесь нет. Здесь это государство как-то 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 не надмеренно сейчас пока. Мы не говорим о том, что это так. У меня есть, что в отношениях эти позиции не существует. И мы пока просто понимаем. Мы находим эти два вектора в виде. Не для того, чтобы их сблизить в виде позиции. Для того, чтобы понять, что эти вектора в одном направлении, они, простите за это, мотивоподеское выражение, они миниарные и миниулярные. Потому что иначе мы понимание будущего и сможем вместе сделать из него какую-то объемную видение. И в этой связи, именно сейчас он в приемлеме, поэтому мы с соседями, мы с вами сегодня много, большое спасибо, которые мы пришли. За 70 человек мы приглашали Сколку, мы приглашали Сайтрейн, а мы приглашали очень-очень разные организации. И, кстати, Сколку с большим удивлением, Валерий Филович, одному, что никакой семена, почему придет Сколку. Приходите, пожалуйста, да? Валерий Филович, в приближении 1170 страничных тонн, это время наук прислала свои отчеты, нотацию своих отчетов, Гуминэнерго, с тем, чтобы посмотреть. Уважаемый Гуминэнерго, а будет ли вам что-то там болеть? Ну, разные людей попросили. Гуминэнерго попросил разных людей, если это не выполнится, я прибежался, 1170 страниц, у них вебильнике посвящено 7, 8, 6,5, 0,5 процентов. И очень рады там соответственно средств. И понятно, что в данном случае ставить себе задачу сама, это если бы в основном практически не существует, но с нас не сформировала запрос, потому что в Академии наук, но как бы просветила, продумала, это где-то приоритеты проблем, которые существуют. А было ли так когда-нибудь, спросите? А было? А вы с вами спорю 6-й, тяжелый год для московской энергетики, 6-й год тяжелой зимы, 5-й пока, тогда государство свободное, но заказ не был. Вы помните, существовало отчет именно в развитии энергетики московского узла. Так сказать, это был очень достойный документ, в некоторых выборах практически на демонстрирующих процентов. Единственный случай, когда был запрос, но у какого-то этого вместе с инженерами реализована программа, которая сделала московскую энергетику, а устойчивые, 2-й эффективные и 2-й надежды. И поэтому, мы понимаем, что ты есть дальше, и я даже не хочу пригласить слово для правил БАД, когда мы больше не фимуются на несколько государственных документов, мы больше не фимуются со словом КУЛ, потому что там словно эффективность, экономичность, и украсти, газовая неэкология, но там не включается как факт, а у нас это в повестке у меня есть. Это всегда было в повестке у меня семинара самый острый текущий продукт. Я завершаю, я хотел бы попросить вас обратить внимание на три в нашей транскрипции. Вашей может быть больше, в нашей может быть очень больше. На три важные развилки, которые мы неизбежно намекаемся, говоря о будущем любви. Первое. Самый холодный, самый крупный для страны мира. на конкурентные энергетики или следа, или есть какое-то соотношение их для развития. Или мы видим какое-то соотношение. Второе. Нужны какие-то перемены радикальные для того, чтобы реформировать английский политик. Или мы просто оставляем статус-клод и ремонтированные какие-то компоненты, но не что, в принципе, достаточно, порастроили достаточно. Ну, там, надо, вот там, да, а здесь какие-то мультипликативные эффекты, которые дают ему в этих странах. И страна это ведь. Как это включает? Ведь мы уже давно говорили о этих процессах, и мы прекрасно понимаем, что это, ну, как бы, вещи, которые надо думать, считать уже. Уже пришло время считать их конкретно. Вот такие три развития. Возможно, вы натолкнете нас в какие-то другие развития, но мы их видим, мы это собираем, и не собираемся идти дальше. Мы собираемся вводить это в повестку дня, не побоюсь, что мы снова страны. вне зависимости от того, что думают люди на насыщательные. Потому что люди на насыщательные приходят туда, и ходят, скоро они приедут сюда насыщательные, дай Бог, всем здоровье, можно, чтобы изменятся. Нас не волнует, нас вовнует наше понимание будущего, как мы для себя его видим, как сообщество. Субтитры создавал DimaTorzok